Господа, смотрите! Он не купил подарок к Новому году! Во-во-во-во! Обернись, обернись! Посмотри! Ха! Но не проблема! Я знаю, как исправить ситуацию! И не нужно сейчас бежать по магазинам! Нет! Просто сядь и поиграй в Викинги! А? 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 Ведь создатели Викингов сейчас проводят суперконкурс, в котором разыгрывается два айфона XS и... Нет! Не макбук, а кое-что гораздо круче! А Викинги это же те самые ламповые стратегии RPG из 90-х и 2000-х, в которые мы так любили залипать! Вот как я рубил в Варкрафт, Старкрафт и так далее! Это точно стоит вашего внимания! Условия самого конкурса крайне просты! Если хотите получить айфон XS, скачайте Викингов по ссылочкам в описании и дойдите до 10-го уровня дворца! А чтобы выиграть суперприз, просто достигните самого высокого уровня до конца месяца среди остальных участников! Вдобавок, если выиграет человек, который скачал Викингов по моим ссылочкам, я буду вручать ему приз лично! Розыгрыш пройдет уже 4-го января! Все подробности о том, как забрать свой приз, вы найдете в группе ВК, ссылочка на которую также будет в описании под этим видео! Так что проходите именно по моим ссылкам в описании, поддержите меня, скачивайте Викингов, вот там вот все в описании будет, и получайте 200 голды и бесплатный щит! Господа, 2018 год, конец, правда, и на самом деле удивительное время! Время в то, когда мы вроде и в 2018-м, а вроде сзади и машина, и шапка на мне точно из 80-х! А все дело в том, что мы живем в интереснейший момент, когда машина перестала быть роскошью! Ах, что если бы так было при Союзе? Возможно, и тогда бы делали именно такие Волги в кузове, как я его называю, Эль Камино! Ах, что если бы так было? Как вы поняли, это Волга не что иное, как чумовой проект! Немой, немное сделанный, но тем не менее проект шикарный, абсолютно! Я его первый раз увидел, и вы все это хорошо помните, когда еще воздухозаборный компрессор отрочал из-под капота! Было время, и был там отечественный двигатель, вроде как от 53-го, то есть, извините, газона! А кузов я тогда назвал Эль Камино! В комментариях мне, конечно, написали, что я не прав, и кузов этот, по сути, называется не Эль Камино, а Ют! Потому что кузов этот как раз и стали делать еще там, в Америке, когда машина также перестала быть роскошью! То есть, если бы у нас машина не была роскошью, еще начиная там с 60-х, 70-х, а уже тогда становилось бы, ну, по сути, для каждого, тогда, я уверен, бы 24-ки в кузове пикап сильно бы пригодились на селе! Как они и сильно пригождались в Америке! Как и сегодня, когда машина перестала быть роскошью, действительно, из 24-ки можно сделать пикап, и он действительно станет и на каждый день, и красивым, и при этом утилитарным! Именно поэтому, я считаю, проект гениальный! Он как бы отражает, по сути, что могло бы быть, если бы или жили богаче, или машин больше производилось, или я уж не знаю, что там было! Не было еще в те времена меня здравомыслящего! Я где-то там ползал на карачках и, возможно, даже писался в штаны! Сегодня это происходит исключительно от радости поездки на таком автомобиле! С технической точки зрения, на сегодняшний день, это... Это я уже считаю эти комментарии! Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! Здесь прямо вот, ну, даже у меня здесь уже сюда долетает! Честное слово, уж не знаю, перья там или что! Но, тем не менее, это третий УЗ, стоковый! Пока что в родном его конфиге 280-300 лошадиных сил, в зависимости от прошивки! На родном же, естественно, автомате все это на заднем приводе! Вроде бы, такое известное решение, да? Но многие начинают бомбить сразу же, что как? Это же не Волга мотор, здесь же стоял божественный отечественный В8, с которым эта машина не могла проехать даже 3-4 километра, но было очень красиво! Это пока что не окончательная версия! Успокойтесь! Я думаю, что здесь, к сезону, сюда встанет, конечно, или компрессор, или еще турбо, или что-то! В общем, проречь в капоте, дескать, по желанию текущего собственника должна быть! Потому что машина делалась ради внешки! Соответственно, в части внешки была незаменимая деталь! Это вот сам компрессор торчащий! Сегодня его нет, и, конечно, есть желание его вернуть! Но, помимо внешки, было также желание сделать машину такой, чтобы на ней можно было ездить каждый день! Чтобы утилити Вихайкл, мать его, был действительно утилити, а не просто какая-то роскошь, стоящая на выставке, которая с нее никогда выехать не может и позорится при первой же попытке где-то раздать боком! Сегодня эта машина раздает боком, валит, дымит столько, сколько вам нужно! Она дикая, она абсолютно эмоциональная и действительно пригодна к использованию на каждый день! Поэтому уж не знаю, что там люди говорят за реставрацию, за штатные волговские моторы, за то, чтобы все было по заводу! Я лично за то, чтобы машина приносила удовольствие! А удовольствие она должна приносить, при том, что она внешне из 80-х, а технически из нашего времени! И это еще один довод в пользу того, что проект реально прикольный! Если мы говорим про подвеску перед и зад, то она хоть и от Волги, хоть и отечественная, тормоза и весь низ здесь еще родной, но это уже 31-105! Что это означает? Что спереди шкварней нет, это шаровые опоры, машина стала лучше рулиться, и это сзади мост, опять же, от 105-ки! Он, причем, с преднатягом, с блоком, то есть в дрифте, ну, если можно, конечно, называть попытки на этой машине и дрифтить дрифтом, это помогает! Не помогает то, что все-таки это низ от Волги! И хотя мы поставили мощный мотор, но при этом Волговская подвеска, она склонна и к продольной, и к поперечной раскачке! Поэтому, если вы валите боком, у вас возникают такие странные право-влево движения, и руль начинает ловить немножко маятник! С другой стороны, эта машина никогда не строилась под дрифт, никогда под него не приспосабливалась, и ее задача — валить с места прямо и быстро! И это она по суху! Прямо вот из опыта с антигеликом сможет сделать со скоростью примерно средние или низкие 6 до 100! Если бы мы не хотели так хайпануть на название Эль Камина, я бы, конечно, безусловно, для себя эту Волгу называл Волга-председателя! Потому что в нее влезает одновременно и барахлишка, и одновременно и лакшери, и валящее, и красивое, то есть, ну, это реально Волга-председателя! Но Эль Камина — это такое понятие, которое сразу всем дает возможность представить, что мы имели в виду! Сам кузов у нас — это все железное, пацаны, никакого стеклопластика, никакого... Тихо! Кабача, она откроется, не ссать, значит, все нормально! В полу положены доски! Причем это не какая-то, знаете, петушиная, там, карельская береза, там, тик яхтенный, нет! Это настоящая матушка России сосна взята, которая покрыта лаком, и несмотря на то, что это все вот как бы так просто, выглядит это не менее круто! Я бы не сказал, что если бы здесь был яхтенный тик, ну, конечно, это был бы понт, да! Мы все видели по рисунку, что это что-то не то, а так мы видим прекрасно, что это сосна, но, тем не менее, почему бы нет? С алюминиевым профилем сочетается, ну, сделана вставочка в виде такой небольшой аэрографии, то есть, хотелось некоторый изыск, потому что аэрография на ружной стороне решили, что будет, ну, как-то колхоз или, может, прошлый день, все-таки Волга! Волга и аэрография — это все-таки совсем разные поколения, а вот такая роспись могла быть даже в 80-е, ну, почему бы нет? Ну, профсоюз в шоке, но мы же говорим про утилити-вихайкл, то есть, тачки-то уже в Союзе, типа, не роскошь, и Союз-то уже такой, это куба такая прямо у нас получается, да! Он реально крутой! Я не говорю, что он круто едет и прямо вот эта машина мечты, но это 24-я Волга, она должна быть похожа по характеристикам на 24-ю Волгу! Самый частый вопрос — как сделали такую дверь? Он же самый часто отвечаемый, он довольно простой! Это две двери, это передняя дверь и где-то с этого места идет задняя дверь! Они вместе соединены, сделано под них заказное стекло, которое уже вмонтировано во всю эту кастомную, считайте, конструкцию, и все это у нас держится на вот таком великолепном салоне! Салон здесь переработан гораздо больше, чем может показаться, потому что, естественно, это и кастомные общуюськи дверей полностью, это и другая ручка! Здесь у нас, смотрите, внедрен от американского автомобиля свеклоподъемник! Кстати, это стекло... Слушай, это пакет! Это пакет! Это стеклопакет! То есть, реально, это два тонких стекла, но они склеены вместе в пакет! Это не одно стекло! Это очень круто должно казаться по шумке! Соответственно, ручка открывания, да, это все не волговское, но, тем не менее, это крутое! Это все перешито в кожу, в очень такого богатого орехового, темно-коричневого цвета, если хотите, с красной железной торпедой, которая тоже подверглась минимальным изменениям! И здесь стоит у нас передний диван, опять же, от американского автомобиля! Он электрический, и спинка регулируемая, и вперед-назад все это, как вы видите, ездит! Ну и, естественно, селектор КПП! Селектор КПП я такой очень хочу на УАЗик! Вот сейчас Ваня там доделает мне гусеничную нашу одну штучку, ну, вы скоро увидите! И потом сюда обязательно встанет такой же селектор КПП! У него нет никакого пластика, нету этих дурацких букв PRND из пола! Но это автомат! Он выглядит абсолютно как ручка! То есть, грубо говоря, если вы хотите переключить передачу, сейчас стоит паркинг, да, вот сейчас нейтраль и драйв! Все! Нет! Р! П! А буковки на приборке светятся и показывают вам, что у вас включено! Это круто! Забавно, что при всей видимости пикапа здесь та же пикапная проблема, что нету места! Куда хранить? Багажник это нет, он открытый! Тен делать уже не то, он хорош в таком месте! Поэтому, если у вас есть какое-то барахлишко, храните его реально только за спинками сидения! Место там нормально! Туда влезут ваши и дамская сумочка, и рюкзак! Там какое-то у нас всякое барахло! Ну-ка! Все для рыбалки привезут! Снасти Гуд! То есть у нас, видимо, хозяин заядлый рыбак, кстати! Ну-ка! Надо позвонить с Настей Гуд и договориться, кстати! Прикинь! Прикинь, да, позвоните им сюда, написать! Короче, чуваки! Вы интегрировались в видос! Если сейчас, как бы, вопрос решите, аккуратненько, да? То мы почитаем отзывы! Если повезет, еще от нас промокод разместите! Процентов 15! И ссылочка на него мы тогда запихнем в описании! Но сейчас нужно посуетиться! На самом деле я знаю этот магазин! У него прикол в том, что они с Настей даже сами делают! Грузило и даже силиконовых рыбок, таких маленьких, они делают сами! Силиконы отливают! Так что, если кому интересно, ссылку реально оставлю в описании! Этот магазин лично мной одобрен! 15% по промокоду будет! Проходим! Я думаю, что договорюсь! Продолжение следует... Так, на ходу, господа! Специально сейчас при вас залезаю, чтобы вам показать, как это выглядит! Садишься! Руль не мешает, кресло кайфовое! И вот здесь уже начинается... Начинается классика! Это неплохо, это нехорошо! Так было всегда! На старых машинах 80-е, хотя это уже и 80-е, это все уже очень серьезно, современно! Но гидрочей на этой машине по большей части не было! Поэтому, соответственно, руль большой для того, чтобы было его легко крутить! Конечно, были вот эти вот космические типы комплектации с V8, ну, как у нас, да? На которых гидроч был, ну, как у нас, опять же! Тут все хорошо! Но кресло сейчас стоит не 24-е, это кресло от американца! Офигенские кресла! С подстаканниками! Очень удобно, очень комфортно! Кстати, редко, когда бывает, так что мы вдвоем с оператором отмечаем, что хорошее качество отделки! Есть вопросы, да, они всегда есть в любой машине, даже в новой! Но качество очень прикольное! Как потолок сиден, учитывая, что все это сделано практически с нуля! Козыречки! То есть все работает! Вариант, что сижу я вот так! Причем крыша родная! Сижу я вот так исключительно потому, что у нас выше стали сидения эти родные! Но когда чилишь, едешь, то, как бы, смотри! Делается это! Хоп! И мы уже едем! И вот в этом моменте, господа, и начинается то, что эта машина все-таки не со штатным мотором! Обоссаться! Обоссаться! Это был УЗ! Это был УЗ! Офигеть! Ну, чтобы вы понимали, на разгоне я, естественно, не топил в пол, потому что мы сейчас зимой на заднем приводе на температуре около нуля, где, знаете, все залито реагентами, и сейчас прямо вот не хочется рисковать! Но она быстрая, мать ее! Она быстрая и комфортная! То есть, ну-ка, вот мы попробуем с 50, да, нажать в пол! Блин, она, по-моему, шлифанула даже с 50! Ну, опасненько! Опасненько! И при всем при этом у нас... Волговские тормоза, вы слышите, да? То, что они скрипят, как бы, это все ерунда, они фиктивные! Останавливают, но их не хватает намного! Мы сейчас вот пробовали дубасить как раз вот для той самой заставочки! И если вы этими тормозами работаете активно и часто, они быстро начинают пахнуть! Они еще не плывут! Ну, и температура у нас, слава богу, да, какая! С ними все в порядке, но вот запах, который они сдают, это моментально! Это волговские тормоза! То есть, при всей их производительности их немножечко не хватает! Ну-ка! Отлично! Это был бернаут! То есть, прямо как это все и легко дается! О, пошел дым сзади, пипец! Блин, ну она постоянно подшлифовывает! Просто постоянно! Такое количество момента этого мотора на этом заднем приводе, на относительно длинной базе, конечно, на разгруженной задней части автомобиля, хватает для самых ярких эмоций! То есть, кто-то скажет, что это плохо, да, ей не зацепился, она несбалансированная! Но это у Волга! Она никогда не создавалась, чтобы рулиться! Она не создавалась для гонок, спринтов и шашек! Она создавалась, чтобы шарашить прямо, в лучшем случае, если это вот МВД, догонялка, там, вот это вот все такое, да? И чилить! Эта тачка, как бы, как бы это не... Это, знаете, сквернословие прямо! Чилить к этой тачке совсем не подходит! Она, чтобы ехать на расслабоне! То есть, понимаете, вот это вот! Ну, это же шедеврально, еще руку так сразу хочется сделать! Вот ты едешь! Но это очень круто! Я до этого крайне мало в жизни ездил на стоковых 24-ках, мы сейчас на нестоковой, и я вам хочу сказать, я в полнейшем в восторге! Ощущение просто самолет! При том, что у нас внешне просто сделан пикап! Это не какой-то там, не дикий лоурайт, не какая-то там супер, там, диски, не все вот это такое! Да, очень, конечно, жестковато ей на этом задке! Так, требуется прямо, знаете, вот, уверенность в себе, чтобы на этой машине разгоняться в такую погоду! Это есть, но она прикольная! Это чисто эмоции! Это как вот антигелик на заднем приводе! Это, в принципе, вот, ну, в этом есть стиль! Третья, по-моему, уже зашла передача, и мы все еще шлифовали! Да охренеть! А то, что сейчас произошло там в штанах у всего перекрестка, который я это видел, это вообще не описать! Там не просто движение, там швы разошлись! От кесарева причем, даже у мужиков! Да вообще, как просто! Я тебе говорю, так шарашит! Вот, а антигелик на заднем приводе, он был такой же эмоциональный! Сейчас он, конечно, такой уничтожитель, суровый, но это прям я вспоминаю! Тебя вспоминаю! Ну, смотри, мы первые на светофоре, да? Сейчас что-то будет! Ее каждый раз кого-то уносит! Как мне это нравится! Вы скажете, это неправильно! Да нифига, бацаны! Это тачка для эмоций! Это проект! Он делался пикапом, он делался красным, он делался дерзким! Он специально должен быть на заднем приводе и с каждого перекрестка должен быть! Вот это вот с дымом! Чтобы все знали, как мы отдыхаем! Но это же гениально! Это просто гениально! И звук вот этот, даже когда просто притапливаешь, просто притапливаешь! Нравится! На старте каждый раз думаешь, сейчас зад занесет, кого-нибудь уберу! Страшно? Страшно! Заставляет подумать? Подумать! Отказываешься ты от этого делать это на старте? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На трассе, если вам было интересно, то это, конечно, Волга! Это идеальная Волга, но Волга это все-таки 80-е! В ней чуть шумновато, чуть громковато, она вот, ну, вот такое вот есть, немного, да, плавает! Конечно, здесь уже подвеска другая! Здесь задний мост от 3105, здесь передняя подвеска на шаровых и на рычагах уже, наконец-то, шкварней нет! То есть, в принципе, дискомфорт она никакого не доставляет, но и с современной машиной ее, естественно, не сравнить! Я считаю, получилось такое идеальное сочетание прошлого и будущего! Если говорить по максималке, сколько она может ехать, ну, вот 130 сейчас шли без каких-либо проблем! Вот сейчас со 110, но она выстреливает! Все! Трындец она выстреливает! Но это не современный автомобиль! То есть, есть специфика, на дальняк я бы на этой тачке не поехал! По городу, если ездить, да, там, по кольцевой, по где-то вообще без вопросов! То есть, пожалуйста, на повседнев эта машина доступна вам элементарно! Но это реально круто! То есть, ты и сидишь в старом, по ощущениям, потому что у тебя не все идеально, да, то есть, у тебя то, что было, осталось от 24-ки и то, что должно было остаться! Но это уже и не та 24-ка! Тебе все равно комфортно! Это идеальная 24-ка! Как я строил идеальный УАЗ-ик, так здесь получилась идеальная 24-ка! А теперь я вам объясню, почему этот проект настолько топовый! Потому что, с одной стороны, многие скажут, он очень несовершенен, потому что это волговская подвеска, это волговские тормоза! У нее сзади реально рессоры! И кузов нужно реально немножечко усиливать! И это волговское рулевое! Когда вы пытаетесь куда-то подрулить, вы примерно угадываете полосу! А я вам скажу, что тот человек, который однажды ездил на 24-ке, сядет сюда и скажет, что это 24-ка! В этом проекте удалось сохранить вот этот баланс, усидеть на той вот тоненькой жердочке, когда вы сделали и 24-ку, и при этом идеальную 24-ку! Несмотря на то, что в ней стоит УЗ, несмотря на то, что у нее другой кузов! Когда вы в ней сидите, вы едете на 24-й Волге! Идеальный, красивый, который является центром вселенной, на который все смотрят, но это 24-я Волга! Она не стала Тойотой, она не стала Мерседесом, она не стала американцем! Это 24-ка! И это очень круто! И это стоит огромных усилий и огромных денег! Когда я первый раз увидел этот проект, я подумал, о, надо же, какая простенькая штука! Нужно Волге всего лишь спилить крышу, зад сюда передвинуть, и у нас получится пикап, все будут смотреть и будет круто! Но, пообщавшись с владельцем, я понял, что проект занял! И вот все вот эти мелочи, когда погружаешься, занял 3 года жизни! И эта неподтвержденная цифра, это то, что осталось в памяти, не менее 3 миллионов рублей! Это огромные деньги и огромное время, которое пришлось вытащить из собственной жизни! Я не знаю, что было в голове у собственника, когда он... Петь, вот расскажи! Расскажи нам, вот ты когда, вот так, чисто вот, ты увидел на картинке пикап! Ты сказал, хочу такую штуку! Когда ты думал, что ты первый раз на нем поедешь после этого? Через год! Ну, то есть, ты такой был типа оптимист! Но все равно, ну, где-то уже с реаль... То есть, ну, 4 это по сегодня! Ну, ездил-то ты уже год, как до этого, там, типа... Ну, где-то типа того! Ну, то есть, тебе казалось, что это простенький проект? Да! Ну, вот как и я, то же самое! Потому что я, когда первый раз ее туда увидел, у меня действительно показалось... Блин, а почему я не догадался раньше? Нужно просто срезать крышу, короче! Там все сзади, здесь приварят парни, что-то там молотками стучат и все! Ну, как вы понимаете, сделать даже такую простую вещь... Это нужно, во-первых, купить целый таксопарк, из которого вы собираете по одной лампочке в эту одну живую машину, а все остальное сдаете на металл... Или продаете тем, кто собирает какую-то еще другую Волгу... Участие эти детали, потому что даже в последний выезд, вот, трекшн-бары ставились... Выяснилось, что мост ходит, потому что мост выламывает за собой рессоры и так далее... Вы увеличиваете мощность... Вот это все начинается, начинается! И при этом это все равно СКА 24-я Волга! Но это же гениально! Это гениально! Это вот сохранить аутентичность, при том, что действительно сделать машину председателя... Это и есть цель современных проектов, цель вот всех моих современных проектов, я считаю, то, зачем будущее... Когда вы берете прошлое, вставляете в него современное сердце, добавляете чуть-чуть современных технологий, чтобы они не мешали старым... И вы получаете идеальное ретро! Поэтому все, кто говорят, что это колхоз, что здесь не тот мотор... Пацаны, стойте на выставках! Мы вам там не мешаем, и вы нам здесь на дорогах, пожалуйста, тоже лишнего не говорите! Потому что, когда эта машина будет ехать с дымом мимо вас, стабильно, с каждого светофора... Передайте привет себе в музей! Волга и Эль Камино — это топовый проект! Спасибо, что смотрели это видео! Огромной вам всем удачи! И пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok